...порядка 30 минут тратиться, чтобы достать заготовку, которую уже посадили. Следующий слайд. Для исключения смешивания можно пройти двумя путями. Первый путь – это нанять в каждой бригаде дополнительного оператора, который последил только за идентификацией заготовки. И второй путь развития – это создать систему автоматического распознавания крема. Специалисты GSA групп Андрей Фомин и Владимир Моисеев подобно хорошо сыгранной паре нападающих в пас передают друг другу микрофон, предоставляя слово, что делает восприятие доклада более зрелищным. В прошлые годы они по отдельности успешно участвовали в корпоративном форуме молодежных инициатив. Третий автор идеи Мария Черных наблюдала за происходящим из зала. В этот раз молодые инженеры совместно взялись решать достаточно серьезную производственную проблему – устранение единичных случаев попадания литых заготовок не в свою партию так называемого смешивания. К тому же предложенная система значительно облегчает работу оператора на посту управления. Для того, чтобы избежать тех проблем и повысить точность идентификации заготовок, мы с коллегой проработали несколько вариантов построения этой системы. Первое было – это создать систему, которая будет распознавать клеймо. И потом еще решили ее доработать, продублировать и создать систему, которая будет наносить дополнительное клеймо с помощью новых технологий, поставить лазерные маркираторы. Тем самым две системы сработают гораздо точнее, чем одна. Тем самым мы подстрахуем человека от ошибки. Почему выбрана именно эта тема? Ну, во-первых, мы достаточно давно на ней работаем, это более двух лет. Конечно, были еще другие темы, но выносить тему, которая сырая и не работала, наверное, было бы неправильно. А эта тема, тем более, она входит в состав, ну, как разработка кардинальных изменений на участке как раз вот печей нагрева и подписанная главным инженером комбината. То есть там предусмотрена установка системы распознавания клейма. То есть мы проработали вариант самостоятельного решения и также был проработан не тендер на коммерческие предложения других фирм. Эта идея на ОМК была признана победителем полуфинала. Выбранная тема актуальна и тщательно проработана. Как результат данного проекта дальше. Все провода будут заменены всего на два. То есть все необходимое количество проводов, сколько бы их ни было, 20-30 будет заменен всего на два. Один для согласования двух контроллеров, один для передачи сигналов. Каждому докладчику предоставлялось 7 минут на презентацию проекта. Юрий Коврижных из СПЦ справился за две. Идея касалась модернизации программного обеспечения станции пневмопочты для отправки образцов из электростолеплавильного цеха в техуправление, где оперативно проводит анализ выпускаемой стали. Тема для участия в корпоративном форуме молодежных инициатив у Юрия возникла не спонтанно. По производственной необходимости. Была поставлена задача от моего мастера, что есть проблема на этом участке, что нужно ее как-то решить. Не было задачи как. Была задача просто решить. Долго думал. Пришла такая идея. Попробовал, реализовал. Собрал макет. Вроде работает. Тут теперь ждем времени внедрения ее. После презентации Юрий признался, что для него важна была реакция слушателей, особенно одного из них. Старался уделять внимание всем, на жюри, на зрителей, чтобы ловить взгляды всех людей, чтобы концентрировать их на себе, на докладе, на презентации. А на папу смотрел? Ну и на него тоже. Отец конкурсанта работает в управлении коммерческих перевозок, поэтому поддержку мог оказать только моральную. Александр Васильевич пришел посмотреть, как сын отстаивает свои идеи. Сын выступает уже третий раз. Стараюсь присутствовать на его выступлениях, поддерживать его. Все-таки волнение, наверное, большое у него по таким форумам. Не часто выступает. Ну, надеюсь, что займет достойное место. В полуфинал КФМИ на ОМК прошли идеи, которые были признаны наиболее перспективными по итогам отборочного этапа. Сферы самые различные. Столеплавильное производство, прокатная энергетика, проекты в области социальной политики. Каждая инициатива не просто презентация на бумаге, а уже в той или иной степени готовы к внедрению проекта. Ну, оценка конкурсантов велась по критериям актуальность решения, новизна предложения, экономический эффект, степень полезности для комбината. Ну, и один из критериев – это умение донести до публики, неискушенной в этих делах, очень доходчиво и понятно. Удивило, что я ведь первый раз на этом конкурсе, но очень часто принимаю дипломы в Мессиси, да? Сравнивала ребят там и здесь. Здесь уже, получается, люди с опытом. Люди уже, допустим, которые не говорят, что это решение мы будем внедрять на следующей неделе, как в институте, да? Здесь люди получили опыт, попробовали своими руками и нам уже как бы рассказывают, что у них получилось. И делятся планами, что они дальше будут делать. Вот это порадовало, да? В финал корпоративного форума молодежных инициатив, который пройдет в декабре на базе Старооскольского технологического института Мессис, от работников ОМК было отобрано пять идей. Их авторы вместе со своими командами встретятся с работниками других предприятий Металлоинвеста, Лебединского и Михайловского ГОКов, Уральской стали. Кардинальная перестройка бизнес-процессов, которая сейчас идет в компании, требует деятельного участия всех сотрудников. КФМИ как раз и направлен на то, чтобы максимально задействовать творческий потенциал работников и вовлечь их в процесс преобразования.